Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 18 июня, и свои именины отмечают христиане, нареченные в честь святых. Дорофея, Михаила, Николая, Федора, Сирида, Игоря, Константина, Федора, Александра. Также сегодняшний день Святая Православная Церковь празднует отдание праздника Пятидесятницы и память Игоревской иконы Божьей Матери. Пусть мир и Божье благословение пребывают с вами, дорогие именинники. Желаю вам радости и помощи Божьей в трудах и заботах. В сегодняшней передаче мне хотелось бы рассказать об Игоревской иконе Божьей Матери. Игоревская икона Божьей Матери чудотворная, согласно преданию, была молельным образом святого, благоверного великого князя Киевского Игоря Георгия Ольговича, усопшего в 1447 году. Игоревская икона Божьей Матери, перед которой молился в последние минуты своей жизни свистой страстотерпец, великий князь Киевский Игорь Ольгович, была помещена в пределе святого Иоанна Богослова в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. В 1446 году по смерти великого князя Всеволода Ольговича, его брат, князь Новгород-Северский Игорь, был объявлен великим князем Киевским. Киевляне не любили Ольговичей, они тайно предложили престол внуку Владимира Мономаху, переславскому князю Изяславу Мстиславовичу. Между ним и князем Игорем произошла открытая битва, в которой киевляне поддержали Изяслава. Князь Игорь был заключен в темницу. Там князь тяжко заболел, и ему разрешили принять схему в Киевском Федоровском монастыре. Его пребывание в монастыре было недолгим. В ожидании расправы князь Трастотерпец молился перед келейной иконой, которая впоследствии была названа Игоревской, и подсчиталась чудотворной. Из темницы в келью князя Игоря совершенно ослабшего отнесли на руках. Перед самым принятием мученической смерти князь Игорь продолжал молиться Богородице. Поэтому вероятное празднование Игоревской иконы совершается в один день с памятью благоверного князя Игоря, 18 июня по новому стилю. Междуусобные войны не стихали, Святослав стоял заступаться за родного брата Игоря, но в 1147 году, желая расправы над Ольговичами, киевляне выволокли князя Игоря из церкви и убили, а труп волокли на лошадях по улицам Киева. Изяслав был безжалостен к противникам. О молении князя Игоря перед иконой Божьей Матери сообщается в повести о убиении блаженного Игоря в рукописи Киева Печерского потеряка, относящегося к XVII веку. Всю эту смуту и братоубийство очень больно было пережить князю Игорю. И молился он за землю русскую перед келейной своей иконой Богоматери. Она древняя, греческого письма, веками стояла в Успенском соборе Киевской Лавры. К помощи ее всегда прибегали, особенно те люди, которые подвергались скорбям и гонениям. Также, дорогие братья и сестры, я хочу призвать вас в своих молитвах обращаться к Божьей Матери, потому что она скорая заступница и помощница нам в наших скорбях и бедах. Желаю вам всего доброго. Пусть Божье благословение да пребудет с вами. Божье благословение да пребудет с вами.